Это заговор картографов. Короче, британские учёные на днях заявили, что человеческий мозг достиг предела своего развития. С точки зрения закона физики и физиологии невозможно стать ещё умнее. Говорят они нам. Сергей Вячеславович Савельев у нас по этому поводу в гостях. Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека, Российская Академия Медицинских Наук. Вот, сейчас спросим. Да, британские учёные, надо заметить, что они из Кембриджского университета. Так, ну что, Сергей Вячеславович, рады? Да. Здрасте, доброй ночи. Рад тоже, очень приятно, да. Очень приятно. Здрасте, пожалуйста. Мне кажется, Сергей Вячеславович, вы у нас в эфире на Вестях говорили, на Вестях ФМ. Вы очень остроумно откомментировали, я должен процитировать, не все же слышали. Значит, когда спросили у Сергея Вячеславовича, что он скажет по поводу вот этого, значит, предела развития человеческого мозга, Сергей Вячеславович, задумавшись на секунду, сказал, что, очевидно, предела развития достигли британские учёные, знаменитые, и, да, их возрасте. Поэтому они делают такие заявления. Я точно цитирую. Ну, в общем, конечно, это правильно, цитата точная, и особенно в Кембридже, конечно. Потому что, как известно, все крупные фальсификации научные за последние годы, напомню только некоторые, значит, нанотехнологии. Это фальсификация, которую придумал английский физик, ему потом в Америке чуть не дали Нобелевскую премию, а потом выяснилось, что он всё от начала до конца, с работы в Англии, фальсифицировал. И нанотехнологий никаких нет, это вообще всё как бы фэнтези. Значит, это раз. Овечка Долли, как известно, опровержение было опубликовано в Нэйче, то есть, никакого клонирования никогда не было и в воздействии в будущем не будет. Стоп, Сергей Вячеславович, сейчас вы основу подрываете, давайте поподробнее про Овечку Долли. Весь мир аплодировал, рукоплескал этому хокодистическому опыту. Ну, весь мир, знаете, аплодирует очень странным вещам, ну, например, Леди Гага, например. Есть, конечно, всё за вопрос, как... Вы сравнили Овечку Долли. Ну, это бы из одного розлива, так сказать, из одного места всё происходит. Поясните про Овечку, вот ещё раз, мне лично. Про Овечку Долли очень просто, потому что нельзя никого клонировать в принципе, как нельзя получить никаких стволовых клеток. Почему? Потому что у человека размножение, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку коварным способом, вот в этот момент включается счётчик, который называется хайфлик, то есть 50 клеточных делений и смерть. За это, кстати, вы дальнее давно оберевскую премию абсолютно справедливы. Так вот, это механизм, который ограничивает число клеток. Нам на каждый организм отведено где-то только тонна, 100 килограмм на всю жизнь. И дальше мы умрём. Чудесно бывает. Если берут какую-то клетку, и там из уха овечки, мамы овечки Долли, то у неё уже этот хайфлик, число клеток, ничего не выработано. И когда пересадили... И счётчик запущен уже. Счётчик запущен, конечно, эта овечка умерла в утробе матери, маленькая, никогда не разрушится. А если клонировать ягнёнка от ягнёнка, у которого ещё не всё выработано? Но всё равно он будет меньше на то количество клеток, на то количество делений, на которые... А прямо от первого дня рождения клонировать? Ну, это делалось тысячу раз уже. Перетягивали волосяной петлёй зарода шеи животных, они получались немножко меньше, чем исходные родители, жили покороче. Но уж вы это преодолеть не можете. Раз вы это не можете преодолеть, значит, первое, вечно живущих клеток нет. То есть стволовые клетки – это всё профанация, хотя до сих пор даже в нашей стране в них деньги вкладывают. Овечка Долли – это чистый пиар-компания, которую потом сумело подменили на эти стволовые клетки ещё хуже, собственно говоря. Нанотех – это об этом американцы уже комедийные фильмы снимают, потому что человек, который всех обманул и начал обманывать ещё в Англии, придумал самое главное – полупроводниковый переход в биологических молекул. С этого началась нанотехнология. Все об этом молчат, потому что все получают деньги. Скажите, пожалуйста, а вот альпинистские ботинки с мембраной Гортекс – это не нанотехнология? Вы знаете, если говорить так, то любой стакан традиционного русского напитка – это тоже раствор нанотехнологий. Раствор наночастиц, потому что они сопоставительные. В каком смысле – да, вообще. Ну, то есть, понимаете, вы называете, хотите заработать деньги, придумайте в науке новое название, и всё сойдётся, вам их будут давать. Особенно, если это будет непонятно. Сергей Васильевич, а мы позавчера показывали сюжет из Японии нашего корреспондента Сергея Менгажева, который рассказывал о том, как мышам выращивают зубы из стволовых клеток. И они уже показывали выращенные мышиные зубы. Вот для того, чтобы доказать, что выращиваются стволовые клетки, надо доказать, что это клетки, именно были стволовые. Маркёров, то есть способов доказать до сих пор не существует. А зубы, простите, стимуляторами выращивали 25 лет назад, когда об этом узнали фармацетические фирмы. А для чего это нужно? Это просто чисто вода и коммерция? Конечно, это деньги, это очень большой бизнес во всём мире. У меня возник чудовищный вопрос. Я думал, у тебя возник чудовищный замысел. А сколько мы-то мы зачем строим тогда, если там всё будет основано на нано? Вы знаете, Сколково – это инвестиционный проект по разведению у нас нового Зеленограда. Что будет, известно. У нас же есть Зеленоград, у нас есть Фрязино, у нас есть Пущино, у нас есть много других... Черноголовка, городов. Это все они... Вы подъезжаете к Киму, и это написано «наука-град». Вот Сколково – это, видимо, те же самые грабли. Я боюсь, что они ударят по тому же... Не, а почему вы так говорите? Сколково – это вовсе не «наноград». Сколково – действительно «наука-град» и... Ну, наука. Какая там наука? Какая там наука? О чём он говорит? В процессе Сколково всё время связывает и сравнивает с Силиконовой долиной. Силиконовая долина как делалась? Как? Это маленькие-маленькие-маленькие-маленькие гаражи, где студенты брали маленькие деньги и делали инновационные технологии. Это небольшие фирмы типа IBM, привезённые в Сколково и посаженные там, как пуп земли. Ну, подождите, ну, нет-нет-нет, мне кажется, у нас немножко романтическое, во-первых, представление, а, во-вторых, потому искажённое о Силиконовой долине. Я не верю, что в гараже студентами полубесплатно можно сделать, как вы сказали, инновационную. Слушайте, у нас есть Зеленоград. Где есть квалифицированные люди, где есть заводы, где есть опыт производства электроники, инфраструктуру и всё остальное расширяйте. Хорошо. Не будем полемизировать на Сколково. Всё-таки наш повод для нашей встречи был такой. Британские учёные из Кембрич заявили, что человеческий мозг достиг предела своего развития. Причём они говорят так, что мозг человеческого нуждается в огромном количестве дополнительной энергии и кислорода, который на настоящем Итайе просто невозможно обеспечить. Поэтому развиваться он больше дальше не может. Нас это, Александр, взволновало, потому что мы планировали развивать свои мозги. Как-то казалось, что мы только на первой стадии своему развитию. Вы можете спокойно быть уверены, что вы сможете и дальше развиваться. Потому что англичане, как всегда, позаимствовали, как помягче так надо говорить, позаимствовали чужую идею. Как всегда, до половины не поняли, поэтому попытались. Я многократно на 10 лет об этом пишу. То есть вашу идею стрилили? В прямом смысле. Вашу идею о чём? Можно по-английски скажу? Пожалуйста. Скажи ты по-английски. Ну я прочее. Разворовали его идею. Да, эта идея, она многократно обсуждалась. Это старая идея. Дело в том, что у нас есть ограничение мозга. Это очень важный энергетический момент. Почему человек ленивый? Почему он не хочет учиться? Почему он не хочет напрягаться? Почему он обладает такой рефлексией? Там пытается ответить словами, которые были в вопросе. Почему не задумывается? В чём дело-то? Оказывается, существует, и я, собственно говоря, этим занимался, много очень лет и занимаюсь, механизм эволюционный, который построен на очень простом принципе, который легко понять. Зачем человеку большой мозг вообще? Вы что, с утра до ночи пытаетесь вывести по новой ЕМЦ-квадрат? Да нет, ни в коем случае. То есть каждый мозг стремится к оптимизации какой-то? Каждый мозг, поскольку мы биологический продукт, я про попов не хочу рассказывать, это отдельная тема, мы биологический продукт, то мы действуем по биологическим законам. А закон таков, если вы интеллектуально напрягаетесь, то в зависимости от массы тела, ваш мозг потребляет примерно 20-25% всего, что вы выпили и съели, всей энергии. Плюс постоянно употребляет мозг примерно 30% всего вдыхаемого кислорода. Сейчас, чуть помедленнее, Сергей Славов, мы не успеем. Еще медленнее, хорошо. Мощный мозг. Значит, наш. Сейчас еще раз. Мозг потребляет 20-25% всего, что вы съели и выпили. Тогда у меня есть еще одно заявление. Секунду. Друзья, хотите похудеть, думайте. Да, но не все время, потому что через две... Думаешь, поэтому худеешь. Через две недели начнутся истощения, как у девушек, которые не знают, будучи беременной, женятся, на ней или нет. Думайте, но не слишком много. Следите за вас. То начинается нервное истощение. Это известно в 20-е годы и в начале 20-го века. Это была известная болезнь. Нервное истощение, конечно, очень напряженно. Ну, это правда. Думать постоянно не надо, очень вредно. Особенно об одном и том же. Так вот, значит, в чем дело? Мозг весит 1,5 массы тела. А потребляет до 25% всей энергии организма, когда работает. Выгодно это животному, то есть млекопитающему? Конечно, нет. Именно поэтому, как только вы о чем-то задумываетесь, у вас тут же включаются механизмы защиты. То есть вам хочется есть, осуществлять дофикацию, хочется заняться чем-то другим, начинает болеть желудок, начинают беспокоить домашние дела и все такое. Происходит замена. В чем дело? Любым способом прекратить эту трату энергии. Почему? Да потому что за нами, за плечами 65 миллионов лет эволюции. Если вы будете стоять перед набитым колбасой-холодильником и биться в него лбом, и говорить, завтра колбаса будет, ваш организм за 65 миллионов лет уже привык к тому, что не будет завтра колбаса. Ее надо съесть сегодня. И никогда вы не докажетесь, что у вас энергетический запас есть. Поэтому мы переедаем, поэтому стараемся не думать. То есть организм... А воля? Давайте оставим волю. Когда за волю выдается имитация социального поведения, ну вот, вы знаете, это вызывает глубокое раздражение, неприязнь. Нет, почему? Вы нарисовали очень как раз-то, как картинку не просто яркую, но вполне себе реалистичную. Так нет, я... Ты стоишь и бьёшься головой в холодильник, завтра колбаса будет? Это же из наших будней. Но организм не верит. Организм не верит, а ты волей своей заставляешься не открывать его. Да, замечательно. Но всё равно открываешь. Так вот, проблема-то в чём состоит? Проблема состоит в том, что вот этого состояния организм старается избегать. То есть того, когда мозг активно потребляет еду, которой не будет с точки зрения наших предков. Поэтому всё направлено, и биохимические механизмы направлены на то, чтобы как можно уменьшить энергетические расходы мозга. Что для этого делается? Например, вы раз перестали думать, зарабатывая деньги, а просто их украли. Что, как известно, очень популярно. Что происходит? Мозг тут же в него выбрасывает серотонин, который отличается от ЛСД всего там на положение одной группы, и вы получаете райское наслаждение. Тут же эндорфинчики, значит, чужой женой переспали, отлично, эндорфин выработался. То есть опять хорошо. То есть ничего... А ваша идея, наверное, очень популярна, да? Наши, мои идеи настолько популярны, что предыдущая часть передачи, посвящённая интернету, как раз и говорит, что имитация знаний, существующих в интернете, позволяет самому не думать, а надеяться на их существование. Собственная привлекательность интернета заключается в том, что он позволяет имитировать жизнь, снижая энергетические расходы мозга. Всё. Это чисто биологический процесс, там нет никакой подложки. К сожалению, примитивно. Короче, вы любители интернета, вы будете жирными. Не только жирными. Самое главное, что постепенно вырастет такой длинный хвост, и, может быть, не виртуальный. Так вот, значит, в чём дело? Раз у нас такая система, то наш организм построен так, что на протяжении всей жизни мы вот к этим 25% поднимаемся считанные разы. Считанные разы. Почему? Потому что организм всеми силами сопротивляется этому. И вся биология, и вся система государственной власти построена на том, что люди будут для экономии энергии делегировать власти свои права, будут свои возможности, свободы, всё что угодно. И всё это ради экономии энергии. Да, примитивно. Прошу прощения. Мы вернёмся к этой теме через пару минут сразу после рекламы. И мы продолжаем разговор. Сергей Вячеславович Савельев сегодня у нас в гостях. Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской Академии Медицинских Наук. Мы... Значит, на чём мы остановились? Мы остановились на... Потому что есть несколько моментов в жизни человека, когда он поднимается до этих 25-процентных высот. А вот... Что это за моменты? Это моменты, когда, ну, я не знаю, там, школьница беременная решает, женится на них, а не женится возлюбленный. Молодой человек, которого вот-вот... Ну, как она напряжённо думает только об одном? А, в этом смысле? Извините, женский, он только для этого и приспособлен на выходе. Из чего думали, он ещё нужен женщине? ЕМЦ, квадрат Марии Кюри и всё такое. Какая Мария Кюри? Мария Кюри прославилась не тем, что она что-то придумывала, а тем, что она 2,5 тонны породы переролопатила для ради. Извините, переливание с пробирки. Это не был тот самый момент... Это не озарение, это трение такое, знаете. Ну, вот, это несколько другое. Ну, французы любят женщин, поэтому от неё видят. Заставляют их интересные. Дважды Нобелевского ряда. Так вот, значит, вот эти очень редко бывают ситуации, когда МОЗ действительно в основном, в 99,9 периоде, это очень низкие энергетические расходы. И ещё раз повторюсь, вся социальная структура всех сообществ, вся эволюция государственности, вот США классический пример, они все держатся, средний класс и всё остальное. Это же на чём держатся? Надержатся на том, что они чувствуют каждый день экономию этой самой энергии, опускают план. Потому что они делегировали большое количество полномочий, проблем, и всё прочее. Они делегировали всё, что угодно. Всяким институциям. Да, да, совершенно верно. То есть уровень социализации, чем он выше, тем меньше использует человек свой мозг. А он биологически его использовать не хочет. И поэтому американцы толстеют и толстеют. Они и толстеют, и надёжнее сообщество. И вот тоже в Англии то же самое. У них же там примерно 35-40% населения живут на дотации, никогда в жизни не работали. Понимаете, никогда. Это о чём? Это что значит? Когда мы сейчас им пообещали, у них это отнять. Понимаете, там начались всякие трудности. Почему? Потому что вот если вы 40% населения платите деньги, так чтобы они ни о чём не думали, и о завтрашний день был абсолютно гарантирован, вы суперстабильное общество получаете. В любой стране, неважно, где это будет Китай, Англия, США, всё равно. Так вот, мы вернёмся к замечательным кембриджским выводам. Они почему-то решили, что человек в норме всё время думает. Для Кембриджа, конечно, это очень странно. Я бы никогда не сказал, что английские учёные вообще когда-нибудь думают. Но раз уж такое случилось, они, видимо... Стивен Хокинг, он из Кембриджа или из Оксфорда? Нет, он достаточно больной человек, который в банке учился. Но думает, наверное, нет. Он думает, вы знаете, то, что он делает, это не бесспорная вещь. Всё, что угодно делает, не бесспорная вещь, Сергей Вячеславович. Нет, ну понимаете, теоретически... Даже ваши слова, при том, что мы с Андреем потрясены, и то не бесспорно. Мои слова очень легко проверить. Достаточно дойти до соседнего магазина. И посмотреть, какой магазин будет открыть, книжный или продовольствие. Так вот, значит, что дальше происходит? Они предположили, что, взяв какую-то часть, видимо, модели, которую я неоднократно высказывал, они решили, что вот эти 20%, 20-25, зависимо от тушки тела. Это и есть предел. Но этим же человек почти никогда не пользуется. У нас намного меньше, около 9% энергии в спокойном состоянии, когда мы не занимаемся интенсивной интеллектуальной работой. Поэтому то, что они обещают, что у нас предел, это совершенная фикция, это неправда. Никакого предела нет, даже близко. К тому же мозг, более того, работает дифференциально. То есть если... Ну, знаете, такая есть поговорка. В здоровом теле здоровый дух. Есть продолжение. На самом деле одно из двух. Ну вот. Суть заключается в том, что мозг работает дифференциально. Если вы занимаетесь физкультурой, чтобы у вас мозг получше работал, да, то не мозг будет работать. Интеллект тут ни при чем. Слушайте. А будут работать те области... Прекрасные атлеты античности, как известно, сочетали в себе прекрасные физические кондиции и составили на большие философские труды. Да что вы говорите. Да. Чистая правда. Слушность, тем идеальнее, как известно, общество. Вот поэтому здесь терзают смутные сомнения. А вот... Терзают. Ну, к тому же, простите меня, немножко другие были, был уровень требований. То, что называется интеллектом. Поэтому здесь трудно сравнивать. А в норме человек, если занимается физкультурой, ну и какие области у него? Моторные центры. Кровоснабжаются лучше. Остальные-то хуже. Потому что если вы решаете... А что это все сообщает? Сосудок. Да, это система, которая работает так. Вот вы вглядываетесь в картину, да, например, вам она очень нравится. Ну, например, портрет, там, на известных зеленых коперках. Ну, вот. Внимательно вглядываетесь. У вас возбуждает затылочная зрительная область. Туда приливает кровь, повышается температура. Что можно увидеть с помощью, там, тепловизора. И у вас кровоснабжение, то есть работа интенсифицируется именно затылком. А если вы занимаетесь, например, игрой в луна-теннис, как некоторые, ну, вот, большой теннис, то у вас... Ну, это большой теннис. Вот. У вас начинают возбуждаться моторные области. А зрительные намного меньше. А уж интеллектуальные, ассоциативные, которые, вы думаете, еще меньше. Сергей Вячеславович, а расскажите, означает ли то, что вы говорите, что если мы каким-то образом начнемся, перестанем экономить ту самую энергию, которую потребляет мозг, мы все постепенно будем двигаться к гениальности. И если это так, то как нам научиться перестать экономить? Это биологический закон, его преодолеть нельзя. Только как мы ходим на двух ногах, а не на четырех. С точки зрения... Хорошо, биологически, а химически можно преодолеть его? Химически, ну, как бы известно студентам, особенно Бауманского института, как именно это преодолевается, но ненадолго. И расплата та же самая. Потому что уровень энергетического обмена, вот этот вот, за 25%, он действительно, можно его поддерживать, ну, две-нутри недели, вот так, на пределе интеллектуальном. А дальше начинается задолженность. Задолженность по энергетике различная, задолженность по метаболизму. Есть еще одна тонкость. Нейроны же вечные клетки, которые нам как достались с рождения, так новых не появляется. Все. Нервные клетки перестают новые появляться в момент рождения человека. И вот дальше они начинают стареть и умирать. То есть в процессе нашей жизни они все умирают. После 50 лет, каждые 10 лет, клетки уменьшаются на 30 грамм нашей мозги. Просто умирают. Так вот, а те, которые остались, внутри себя накапливают, как бы вам сказать так помягче, такие продукты метаболизма. Ну, типа какашек, которые мы не можем вывести из нашего организма. Какашки нейронов. Да, они внутри находятся, нейронов. И никуда не выводятся. Некоторые люди порой их могут вербально, так сказать, наружу... Нет, размечтались. Это было бы очень здорово. Нет, они просто внутри клеток. Поэтому клетки стареют. Они умирают и устареют. Поэтому здесь засада в чем? Вы повышаете уровень метаболизма. Одновременно нейроны быстрее стареют. Понятно. Быстрее умирают. И при этом, после того, как вы повысили метаболизм, надо же его поддерживать, значит, сосуды сожмутся, кровоснабжение упадет, и наступит тот самый милый маразм, когда у вас каждый день как новый. Смотрите, Сергей Вячеславович очень дивно говорит. Просто удивительно интересно, но немножечко... Да страшно и наружу. Они немножко угнетают. Нет, надо просто часто не звать, Сергей Вячеславович. Но время от времени для тонуса надо. С биологическим процессом. Их можно, они могут нравиться, могут не нравиться. Но они есть. Вот мой пример с камнем, помнишь? Блин, они есть. Сергей Вячеславович, смотрите, сейчас давайте в заключение нарисуем вот этого человека. Меня очень смутил ваш образ. Смотрите. Значит, по-вашему интеллектуал не может быть в хорошей физической форме. Ну, это очень сложно. Это возможно, но очень сложно. Потому что представить себе, что интеллектуал занимается увлекательным научным делом, вдруг возьмёт лопатку и пойдёт копать морковь. Да не лопатку, ты раз в неделю тренажерный залчик, по часу. Зачем тренажерный зал? Принять бессмысленное это рукосуйство и ногосуйство. Нет, вы себе очень плохо... Вы неправильно представляете себе тренажерный зал? Вы там не были сразу? Нет, я, к сожалению, там... Никакого суйства там нет. Ну вот, нет, но я не говорю, что это бокс должен быть. Это накачка разных, проработка разных мышц. Это тренировка нагрузочная, дифференциальная. Ну, кроме интеллекта, ну, тело и дух ведь тоже должно быть. Хорошая физическая работа абсолютно нужна, но она вполне может быть с метлой от околохрама Христа Спасителя. И в принципе, хоть какую-то капельку надежды нам оставить. Тем не менее, теоретически можно быть гармонически в физическом смысле разным человеком? Да? Да, очень тяжело, но можно. Фу, ну хоть что-то мы вытащили, Сергей Вячеславович, позитивного. Нет, один позитив. Ну, как вам сказать, то, что камень обязательно бросан и вернётся на землю? Британские учёные расстроились бы гораздо больше, чем мы с тобой, если бы услышали, Сергей Вячеславович. Это так? Но лучше этого не знать. Британские учёные – это счастливые люди. Они живут в таком мире иллюзий, что я искренне радуюсь за них и мечтаю, чтобы у нас была такая же зарплата, чтобы мы жили в таком же мире иллюзий, как и они. Сергей Вячеславович Савельев был с нами, доктор биологической наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии медицинской наук. Сергей Вячеславович, спасибо огромное. До свидания. Спасибо.